Молодежь, гипстеры, айтишники, стакани, пепси, немножко виски. Какой итог сегодня смотрится? Секс. Не обменялись номерами, мы леем 200. Нас вырежут, ази, согласись, братан. Где мы с вами находимся? Зибицка, да, Зибицка. Ну, по нам так улица как улица, ничего такого. А откуда вы? Из Москвы. Вы знаете что, мы-то как бы пришли искать мужа. Ну, посмотрела я на весь этот разврат и подумала, что не в тех местах ищу я мужа. Надо идти в библиотеку. Но проблема в том, что ночи библиотеки закрыты, театры не работают, научные какие-то конференции тоже в будние дни. Как бы странно, если люди поедут тусить шабаны, я не знаю, или на каменную горку. Я скоро выхожу замуж. Два бара позади, еще впереди, сколько, три часа. А еще позади картинг и квест. Мы вступили в клуб плюс 30. Все минимально, небольшая доза алкоголя. Минимум Зибицка и час-два, может максимум два домой. То есть это все. Кто тусуется на Зибицкой? На Зибицкой, походу, тусуются, скажем так, ребята, люди 18-25, мне кажется, максимум. Молодежь, хипстеры, айтишники. 50-50, как бы мажоры, не мажоры. А мне кажется, тусуются меньшане, в которых есть деньги. Хорошие ребята, просто выше нас по рангу, нас оттуда выгоняют элита. Там же элита в основном, правильно? А мы тут на п***е. На Зибицкой тусуются кто? Вы знаете, вот люди не наших национальностей. Женщины с открытыми грудями в мини-юбках, которые хотели бы этих людей не нашей национальности, как бы, возможно, выйти за них замуж тоже. И просто люди, которые, вот, куда пойти в этом Минске вечером, в теплый летний августовский вечер. Здесь все движение делится на две категории. Первая категория – это ребята, которые пришли здесь отдохнуть, лайтово, по-летнему, которые заходят просто послушать музыку живую и так далее. И парад лица торговли. Людей, которые сюда пришли просто поторговать своим лицом, одеться просто с иголочки и просто пройтись по всему периметру. Мы из категории, которые пришли сюда послушать музыку. Здесь очень много молодежи, очень много разных людей, разные страны. Мы встретили классных двух ребят, откуда они были, из Африки, вот. Не обменялись номерами, мы красиво ушли. Что вы делаете вообще? Вот снимаете, все гуляют, пьют. А что вы делаете? А почему вы рекомендуете людям Зыбиску, а сами сюда не ходите? Я не рекомендую, я говорю, что Зыбиска – это хорошее место. Зыбиска – это Зыбенька. Вы не первый раз на Зыбиске, я уже это понял. Вы знаете, второй. Какой чек у людей? Ой, я знаю, что сколько не возьму, сколько потрачу. Я взяла с собой 100 рублей, но до этого мы дома вот картошечки нажарили с лисичками. У нас был виска, то есть, ну, мы как бы подготовленные, то есть, нам не надо уж особо много. Но если бы мы ехали вот просто, без подготовочки, то, ну, рублей 200. Это если без учета людей, они наши национальцы, они все время хотят нас угостить. Средний минчанин, средний минчанин потратит 20-30 рублей. Все зависит от настроения. Если оно очень хорошее. Я не буду говорить, потому что вдруг люди услышат, будут завидовать. Ну, сегодня мы еще никуда не зашли, вчера мы платили, уже были пьяные, поэтому цены отличные, мы не знаем сколько. Ну, рублей 100. Два миллиона, два миллиона не деминина, не деминина, блядь, 200 рублей, короче. Где-то дороже, где-то дешевле, но в целом цены демократичные вполне. Если раз в месяц, раз в две недели сюда приходить, то можно на чек не смотреть. Как там цены? Ну, вот они вот для них, а не для нас. Мы это, такие немножко бедные. Знаете, на Забицкую люди приходят, что одного им мало этого коктейля. Мало. А Лон Каллен здесь стоит там в одном заведении, вот там если повернуть, где Хороший Год Бар, не помню, как называется. Как это, ватер-клозе называется. Берут с собой из дома в стаканчике от Макдональдса, наливают виски-колу и ходят деловые, как будто бы здесь купили. Скажу, у меня в стакане от KFC Pepsi немножко виски. Формат, молодежный формат, косим под молодых. Коктейли, на Забицкой только коктейли. Какой итог сегодняшней тусовки вашей? Секс. Ну, у меня здорово на работу, но секс, да. Тот климат, не та атмосфера, где действительно можно кого-то снимать. Нет, это релакс, то есть релакс, минский релакс. На Забицкой девушки только хотят, чтобы налили и завели к себе домой, все. До скольки завтра будете отсыпаться? Десять. Десять часов, все, подъем, все по сценарию, режиму. Завтра в десять, у меня лазер-так, я играю. Мы вчера пришли в пять, в десять мы уже встали. Часов в двенадцать. Ой, я вообще-то планирую не спать до утра здесь, как бы, раз уж выбралась. Кудри-то накрутила, Ленка. Макдональдс, а потом домой. Макдональдс, после Забицки. Как вы думаете, какой отдых душевнее лучше, ваш или их? Конечно, их. Мы просто завидуем, у нас денег нет, и поэтому я так и оправдание нахожу. А так, конечно, это... Нас вырежут один хуйню, согласись, братан. Торговый центр под... Один место, молодежная, красивая одежда, эксклюзивы в Минске. Ну, раньше как-то поунылий было. Более темно, что ли, меньше людей. А сейчас здесь похоже на Европу. Мы смотрим на Европу и делаем все то же самое в Минске. То есть люди должны отдыхать, то есть людям нужно выпускать где-то свой парень. Ну, это самое такое основное место, где люди чувствуют, что они здесь свободны. Это единственное место в городе, где реально собирается молодежь, и реально историческое место, где можно спокойно, мирно провести время. Неукасающее, чтобы зажечь. Неукасающее до рассвета, по-европейски, свободны.